Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назбуль Талипова. Коротко о главном. Смерть людей от вспышки сибирской язвы и недосмотра властей Карагандинской области. Виновные должны быть наказаны. Такое заявление сделал глава правительства Карим Масимов, прибывший с рабочей поездкой в Караганду. В шахтерской столице завершился отборочный турнир по национальной борьбе казах-кресе. Победители этих соревнований Ассалбарменов и Бигзат Ахмедбеков получили право представлять Карагандинскую область в финале республиканского турнира «Казахстан-Барсэ-2016». В Караганде провели концерт памяти Булата Сыздыкова. Звезды казахстанской эстрады и карагандинские артисты вспомнили коллегу и друга. 21 июня Булату исполнилось бы 60 лет. Карагандинскую область проверкой посетил премьер-министр Карим Масимов. Первым делом глава правительства провел совещание по факту вспышки сибирской язвы в Шетском районе. Ранее сообщал, что в селе Еркендек произошло заражение сибирской язвой 8 человек. Из них двое с летальным исходом. В связи с этим в данном населенном пункте объявлен режим ЧАЭС и карантин. Глава Кабмина поручил привлечь к персональной ответственности чиновников региона вплоть до Акима области. Рабочий визит начался с осмотра аэропорта Сара-Арка. Затем глава правительства провел совещание по факту вспышки сибирской язвы. В ходе совещания с докладом о предпринимаемых мерах выступил Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Еще до получения результатов анализов была организована работа в режиме ЧАЭС. Выставили полицейские посты, исключили перемещение животных и всей продукции животного происхождения. В районе распоряжением Акима был создан специальный штаб, куда вошли все заинтересованные госорганы. Аналогичный штаб был образован на областном уровне. Они оперативно прибыли и приступили к работе специалисты Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, Национального референтного центра ветеринарии и Республиканского противоэпизиотического отряда. Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин пояснил, что уже известны источники распространения инфекции. По его словам, причиной заражения стала больная корова, которую забили без соблюдения санитарных норм. Также потенциальными причинами стали не огороженные скотомогильники, которых два в районе села Еркендык. Ранее там осуществлялся свободный выпас скота. На сегодня в районе, то есть на данном населенном пункте зарегистрировано 8 случаев, которые подтверждены лабораторно. Один был снят диагноз. На сегодня работают в надлежащем режиме медицинские работники, которые определили круг контактных. Им проводится надлежащая химия-профилактика, то есть антибиотикотерапия. И во всех очагах, как сказал, проведены дезинфекционные мероприятия, как со стороны ветеринарных служб, так и медицинских служб. По информации представителя МВД, на сегодняшний день заведено два уголовных дела. Если одно дело заведено просто по факту, второе начато в отношении медиков. Подводя итоги, Карим Масимов поручил Министерству сельского хозяйства проанализировать эффективность деятельности ветеринарных служб, провести экспертизу качества вакцины. Вопрос по состоянию скотомогильников будет отдельно рассмотрен на селекторном совещании правительства. Также глава Кабмина поручил провести проверку качества оказанных медицинских услуг больным сибирской язвой и принять строжайшие меры по недопущению подобных случаев. Главе региона поручено принять комплекс профилактических и противоэпидемических мер, а Министерству внутренних дел довести расследование до конца. Во второй половине дня Карим Масимов посетил Тимиртау, где встретился с руководством и коллективом ряда промышленных предприятий, а также провел итоговое рабочее совещание. Андрей Тен, Аим Амрина, Исламбекус Пан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Сразу после совещания премьер-министр посетил ряд социальных объектов, которые реализуются по программе Нур-Лыжол. Карим Масимову доложили о ходе строительства жилого комплекса и нового детского сада. Премьер-министр Карим Масимов ознакомился с ходом строительства многофункционального жилого комплекса Жануя. Строительство жилого комплекса ведется в рамках государственной программы развития регионов до 2020 года по направлению «Жилье через фонд недвижимости Самрук Казена». Программа очень актуальна и сейчас уже договоренность есть, приступаем к строительству нового комплекса Жануя-2, вот здесь вот на строительной площадке. То есть тоже даст нам возможность ввести одну квартиру. В целом реализация вот этих государственных программ нам позволит ввести в эксплуатацию в 2017 году 97 тысяч квадратных метров жилья или 1809 квартир. А это практически 13% от всех очередников города Караганды. Здание будет представлять собой жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями. Отмечается также, что жилой дом будет изготовлен из инновационных панелей казахстанского производства. Проект строительства разработан с учетом загрузки мощности домостроительного комбината в городе Сарань с применением новых продуктов для строительной отрасли. Как отметил Аким Караганды Нурлан Аубакиров, строительство объектов при помощи данной продукции позволяет снизить нормативную продолжительность строительства на 30-35%. А тепловых потерь на 25,7 тысяч килокалорий в год, повышение надежности и улучшение качества телоснабжения 385 многоэтажных жилых домов. Здесь хотелось бы отметить, что мы использовали полностью казахстанское содержание. Наши заводы загрузили предизолированные трубы, бетонные лотки, инертный материал, асфальтобетон из полностью казахстанского содержания. Также Карим Асимов посетил Карагандинский государственный технический университет. В ВУЗе премьер-министр ознакомился с учебным процессом по подготовке специалистов для второй пятилетки ГПИР. Новыми образовательными программами профильной магистратуры осмотрел выставку инновационных проектов «Лаборатории инновационных технологий». Еще одним социальным объектом стал новый Карагандинский детский сад. Как доложили премьер-министру, детский сад будет сдан в эксплуатацию уже в июле. Предполагается, что там будут расположены 16 групп по 20 детей. Всего новое дошкольное учреждение имеет 320 мест. Стоит отметить, что реализация программы «Нурлыжол» в Карагандинском регионе идет намеченными темпами. Наиболее активно сейчас ведется работа в части обеспечения объектов жилищного строительства инженерными сетями. Андрей Тен, Исламбек Успан, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Завершился региональный отборочный тур на шестой республиканский турнир по Казахшакуре с Казахстан-Барасы. В Караганде определены имена участников, которые будут защищать честь нашего региона. Глава области Нурмухамбет Абдибеков лично напутствовал борцов. Региональный отбор прошел на высшем уровне. Желающих показать свои силы и способности увеличивается с каждым годом. А ссыл барменов принимает участие четвертый год подряд. В 2014 году он стал серебряным призером Казахстан-Барасы. Тренировкам уделяют много времени, поэтому уверен в своих силах, несмотря на сильных соперников. Я подготовил свои лучшие приемы. Скажу, что соперники там достойные, ведь со своей республики выступают лучшие. Конечно, присутствует немного волнения, но все же я уверен в своих силах. В нынешнем году в отборочном туре Казахстан-Барасы в Караганде приняли участие не только представители областного центра и городов-спутников, но и борцы девяти сельских районов. Сначала Палуаны разыграли призы и награды в шести весовых категориях. Затем на борцовский ковер вышли претенденты на две путевки в финал республиканского турнира. Большое внимание уделено серьезной организации соревнований. В частности, каждого участника проверяли на применение запрещенных препаратов. По данным статистики, из 36 борцов у четырех нашли в крови допинг. Они были дисквалифицированы. Однако это не омрачило спортивного праздника. Это очень хороший результат, я считаю, потому что в целом наш состав сборной где-то 100 сегодня с лишним человеком, 100 человек. Как видите, добрая десятая часть – это наши представители. Притом, наши представители добивались этих результатов не на местных соревнованиях, это же международные надо было результаты показывать. И отрадно отметить, что среди спортсменов есть в том числе ваши коллеги борцы, Максима Ракова взять, допустим, боксеры наши традиционные. Но есть и в том числе байдарочники наши. Наши синхронные плавания, тимуртавские девчата выходят на этот уровень. Мы им тоже хотим пожелать успешного выступления. Если говорить о турнирах Казахстана Барса, то уже об этом говорилось неоднократно. С каждым годом уровень турнира повышается. Он повышается за счет мастерства, за счет участников уровня, тех, кто принимает участие. Победительными в абсолютной весовой категории стали мастера спорта международного класса. Ассылбарменов – Жанаркинский район и Бигзат Ахмедбеков – Нуринский район. Они будут представлять Карагандинскую область в финале республиканского турнира, который состоится в Астане накануне Дня столицы 3 июля. Победитель финала получит 150 тысяч долларов, а также станет обладателем чемпионского пояса и трофея Тайтуяк. Ассель Сазамбаева, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Казахстанские снайперы стали абсолютными победителями международных соревнований. Абсолютная победа казахстанских военнослужащих в общем и личном зачетах завершились четвертые международные соревнования снайперских пар «Алтен-Экэ-2016». Одержав победу в достойном бою с лучшими снайперами Китая, США, России, Белоруссии, Великобритании и Пакистана, а также с силовых ведомств Казахстана, наши военнослужащие в очередной раз на деле доказали свое мастерство и профессионализм. Минувшие выходные спасатели Каргандинской области предотвратили суицид. 58-летняя жительница Тимиртау в состоянии алкогольного опьянения пыталась утопиться в Самаркандском водохранилище. Службу ЧАЭС позвонили очевидцы. Спасатели прибыли вовремя. Женщина находилась в 500 метрах от берега. Во время спасения сопротивлялась и не хотела, чтобы ее вытаскивали из воды. 25 июня в 20.35 часов в городе Тимиртау на Самаркандском водохранилище был спасен один человек силами оперативно-спасательного отряда департамента ЧАЭС в Каргандинской области. Медицинская помощь не нуждался. Творчество людей с ограниченными возможностями всегда привлекало больше внимания зрителей. Ежегодный фестиваль Жан-Шуага вновь провели в Караганде. Участники удивляли своими талантами и неограниченными возможностями. О творчестве и талантах области расскажет Лариса Хусаинова. Денис Хасанов начал рисовать 7 лет назад. По словам его мамы Ларисы Хасановой, новость о предстоящем фестивале или любом другом конкурсе приводит его в восторг. Он всегда заранее готовится, начинает рисовать. Из-за своего тяжелого диагноза Денис не может держать в руках карандаш или кисть. Рисовать приходится ногами. Но это нисколько не мешает ему занимать призовые места. Кроме рисования Денис занимается спортом, тяжелой атлетикой. Ногами парень может поднять штангу весом до 180 килограмм. Как говорит Лариса Анатольевна, Денис не отличается от обычных подростков. Он любит сидеть за компьютером и играть в планшет. У него всегда призовые места, первое место всегда. Это приз зрительской симпатии был у него на фестивале «Лучик надежды». Раньше был компьютер, там Сега, он все время в этом сидел. Сейчас планшет, он сам закачивает себе, что ему нужно, какие игры. Он играет, обыгрывает брата. Старший сын у меня, он не мог закачать. Он спрашивает, он не мог. А мы ушли, он закачал, и мы приходим, уже все нашел. Вот такой смышленый вообще. Фестиваль творчества души в Караганде традиционный. В нынешнем году он проходил в 19-й раз. Этого праздника люди с ограниченными возможностями ждут целый год. И готовятся к нему, чтобы продемонстрировать новые грани своих возможностей. Песни, танцы, изделия прикладного искусства, рисунки и многое другое можно было увидеть на фестивале творчества души. В нашем фестивале принимают участие все дома культуры глухих, слепых и интернаты всей области. Сейчас вы видите на выставке Тимиртаушки, дом глухих, Балхашский, города Сатпаева, Карагандийский, дом культуры. Главная цель фестиваля Жан Шуаге – адаптация и культурный обмен между людьми с ограниченными возможностями. В программе гала-концерта выступления хореографических коллективов, номера жестово-мимического пения и единственного в Казахстане народного театра для людей с ограниченными возможностями. Концерт закончился награждением творческих участников. Среди них также выбрали мисс и мистера фестиваль. В Караганде провели концерт памяти Булата Сыздыкова. Он был известен среди артистов как сессионный музыкант. Помимо мюзиколы он принимал участие в других студийных проектах, сочинял и записывал партии гитар для многих артистов и звезд российской эстрады. Казахстанские музыканты собрались, чтобы отдать дань уважения и признания своему коллеге и другу. Напомним, известный казахстанский гитарист, композитор и аранжировщик группы мюзиколы ушел из жизни в мае этого года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Булат Сыздыков родился в 1956 году в Караганде. С 1976 года работал в республиканском молодежном ансамбле «Гульдер». Затем стал гитаристом в группе «Арай», солисткой которой была Роза Рымбаева. В 1993 году Булат Сыздыков знакомится с певицей Кариной Абдулиной, и вместе они образуют дуэт «Мюзикола», впоследствии ставший очень популярным. В его составе Сыздыков стал лауреатом международного конкурса «Big Apple Music» в США. Дуэт выпустил 10 альбомов, которые музыканты записали в собственной студии. По указу президента Республики Казахстан, от 5 декабря 2012 года Булат Сыздыков получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан». Я очень благодарна всем нашим артистам, всем присутствующим, кто Булата помнит. В его память пришли. Ну, хотелось, чтобы все прошло, конечно, хорошо. Для меня это, конечно, трагедия. Теперь я одна осталась. Мы с Булатом были вдвоем. В последнее время, правда, он мечтал написать. Ну, типа «Кю» или как правильно назвать. Что-то вот именно про Казахстан, про нашу Караганду не успел. И вот память о своем детстве, то, что все-таки юность есть юность. Здесь же прошло. Вот он такую песню написал. Она оказалась у него как бы последняя. В зале присутствовали не только родные музыканты, но и его учителя, близкие друзья и коллеги. Из Балхаша приехал один из наставников Булата, пианист и педагог Александр Пронин. Герою памятного вечера он посвятил музыкальную композицию для тех, кого люблю. Специальным гостем стала Карина Абдулина, партнер музыканта в дуэте Мюзикола. В память о друге она исполнила одну из любимых песен «Девочка в платьице белом». Песню «Саксофон» Карина посвятила двум ушедшим коллегам – Булату и его лучшему другу Батархану Шукенову. Он мне очень много рассказывал о своей родине, о своем детстве, о своей юности. И просил, напиши песню о Караганде. Я долго ее вынашивала и написала эту песню, в которой звучат такие строки. «В Караганде моя земля, в Караганде родился я, в Караганде живут мои друзья. Былые годы не вернешь, но в сердце ты моем живешь. Я видела в мире города, но ты одна, Караганда». И я хочу поблагодарить сегодня всех карагандинцев за то, что они, во-первых, организовали этот вечер. Вот я, насколько помню, это был очень скромный человек. Очень. Он никогда никуда так это не говорил, что там я-я-я. Он в музыке всегда был точно. Старался, если что-то услышать, он обязательно что-то подбирал. Все точно, чтобы это было. Все это было, чтобы грамотно было. И когда он уходил от в армии, мы говорим, Булат, ты давай изучай ноты. Без нот музыкант никакой. Вот. Ноты изучишь, все. Потом он пришел с армии, и потом пошел этот набор в Арай, в Розе Рымбаеву. Он там играл, и на флейте играл. Я говорю, вот видишь, Булат, пригодилось. И вот его наставления, они были такими пророческими и знаками. И вот, к сожалению, он ушел от нас снова, но он с нами. Сегодня, я считаю, что сегодня для меня и для моего коллектива это одновременно и ответственно, и почетно. Почему? Потому что мы начинаем этот концерт, мы самые первые начинаем концерт. И мы играем произведения, те именно, в которых принимал Булат непосредственно участие. Участники концерта предложили увековечить память музыканта в родном городе. Собравшиеся решили подготовить обращение к властям с просьбой установить звезду Булата на Аллее Славы в Караганде. Завершился вечер общим исполнением песни Булата Сыздыкова о Караганде. Асир Сазанбаева, Жакслык, Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» не смог переиграть на выезде футболистов от РАУ. Итог встречи – нулевая ничья. В Западном Казахстане прошел матч 18-го тура чемпионата страны среди команд премьер-лиги. Это была твердая игра. Так охарактеризовал прошедший матч главный тренер карагандинского «Шахтера» Йозеф Укушич. И действительно, в стартовом составе карагандинцев отсутствовал голландский полузащитник Десли Убинг, пропускающий матч из-за перебора желтых карточек. В составе также не оказалось и опытного форварда Андрея Финонченко. Увы, остроты до перерыва оказалось не густо. Первый опасный момент создали хозяева поля. На 27-й минуте футболисты от РАУ пытались перекинуть мяч в ворота горняков. Шацкий кулаками отбил кожаный снаряд. В середине тайма соперники быстро переходили в центр поля. Матч держал в напряжении. Атаки волнами накатывались то на одни, то на другие ворота. И все же, ближе к концу матча, карагандинцы сосредоточились на обороне собственных ворот. Футболисты Шахтера отдали инициативу и большими силами отошли в оборону. Они не забывали о контратаках. Но главной целью таких выпадов был уже не забитый мяч, а возможность отодвинуть игру от своих ворот. Да, с чем я не был задоволен, это была атакующая фаза. Там было надо больше сделать. У нас были 2-3 ситуации, но это не хватит на победу. Но и так надо сказать, что ничья, хороший результат. Это наш минимальный цель, который мы хотели здесь, на въезде, откидать. И потому скажу, да, окей, надо взять это 1 очко. Итог встречи. Безголевая ничья. 0-0. Следующий матч дружина Йозефа Вукушича проведет в Караганде 2 июля, где встретится с командой «Тарас». Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты 1-го Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Сау Волнистер. Сау Волнистер.